Движение на Кузенском проспекте даже в рабочие часы напряженное. Раньше, чтобы перейти дорогу, нужно было выходить на проезжую часть, а это всегда связано с определенными рисками. Сейчас же пользоваться зеврой не обязательно. Достаточно спуститься под землю, а это куда более безопасный способ. Но привычка, видимо, у некоторых людей куда сильнее, чем инстинкт самосохранения. Одни смело ступают на дорогу, даже не смотря по сторонам. Другие, переминаясь с ноги на ногу на краю тротуара, пытаются вклиниться в поток машины. Валентина Федоровна уверенно пробирается сквозь автомобильный трафик, успевая нелестно высказываться в адрес водителей. Она уже 50 лет живет в центре Кемерово и привыкла ходить проторенной дорожкой. Но говорит, что готова сменить маршрут. Даже не видела, чтобы люди заходили. Шла в ту сторону пешком и оттуда. И не вижу даже. Вот сейчас посмотрите, кто идет туда, никто. С 1 февраля желающим перейти Кузнецкий проспект в районе пересечения с улицы Ногордской придется спуститься под землю, либо идти в обход. В начале следующего месяца знаки пешеходного перехода уберут. А на этом месте будут дежурить сотрудники ГИБДД. Тех же, кто попытается перебежать проезжую часть, оштрафуют. На протяжении пяти последних лет, значит, это является местом концентрации. Ежегодно здесь совершалось по пять и более дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом. Только именно связанных с наездом на пешеходах. И больше 30 фактов это с материальным ущербом, когда без пострадавших, скажем так. Подземный переход построен в рамках договора о социально-экономическом партнерстве между Кемеровской администрацией и крупной торговой сетью. Теперь люди смогут без оглядки по сторонам в полной безопасности добраться до магазинов и торговых центров. Но безопасность пешеходов – это не единственное преимущество нового объекта. Это еще и возможность увеличить пропускную способность Кузнецкого проспекта. С этого момента тем, кто с рулем и без руля, не придется сталкиваться на магистрали. Андрей Финагин, Константин Червяков. Новости моего города.